Гомель 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 кто будет у ее зацикавленный и при этом опынуться на одной хвале с сучасными тенденциями бизнеса. Отказы на эти вопросы и прогучали подчас майстер-класса. Тут же слухачам предлагали применить на практике отриманные веды и сформулировать свою бизнес-идею. После каждой отримал профессиональные рекомендации поспеховых представников сферы менеджмента. История сотрудничества с университетом очень долгая. С самого начала началась с моего третьего курса, то есть это далекие 8 лет назад. Вот потом уже постепенно с тем, как я росла, приезжала сюда сначала на форум в качестве студентки, потом уже приезжала в гости чемпионата. Вот сейчас уже привезла свою собственную команду и имею честь выступать. Молодые люди имеют мужество идей, но не знают, как их реализовать. И такие чемпионаты помогают понять, каким образом правильно представить свою идею, как ее подать, чтобы ее купили и ее реализовать в дальнейшем. До речи, урочистое открытие международного чемпионата молодь и предпринимательства отбудется завтра. По традиции, Белорусский гандлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией сберет студентские команды, которые представят бизнес-идеи и позмагаются за перемогу и инвесторов, готовых реализовать предпринимательские проекты. В Гомеле стартовал 13-й международный фестиваль театрального мастатства «Славянские театральные встречи». Он протягнется до 19 мая. За этот час на сцене областного драматичного театра выступят коллективы с Беларуси, России, Украины и Польши. На открытии фестиваля побывали наши корреспонденты. У рожестого открытия 13-го международного фестиваля театрального мастатства «Славянские театральные встречи» попередничала пресс-конференция с доделом организаторов, членов журы и представников творческих коллективов масштабного форума. Под час ее была огучена концепция насыщенной фестивальной программы. Мы не говорим о том, что этот фестиваль обязательно должен показать ультрамодную драматургию или представлять ультрамодных и дорогих режиссеров драматургию. Нет, мы будем говорить о обыкновенных человеческих чувствах, о том, что волнует простого жителя земли. Мы будем говорить о любви, мы будем говорить о морали, о наших чувствах. У рожестого открытия фестиваля в Зои-Сёды проходит в вельми теплой, душевной и разомстым по особливому святочной обстановце. География у дельников поступово поширается. Селеднюю программу представляют театры Беларуси, России, Украины и Польши. Фестиваль «Славянские театральные встречи» – это наиперша переемность традиции, у сполучения зновыми тенденциями театрального мастерства. А еще это спроба простворчести таленту мацевать мир между братскими и славянскими народами. Как символично и знакомо, что в нынешнем непростом мире, в непростое время, на одной сцене, в одном закулисе, на одних обсуждениях, мастер-классах встречаются мастера искусств и России, и Украины, и Беларуси, и Польши. Несмотря ни на какие, скажем так, превходящие обстоятельства, творческие связи, актерское братство, оно остается незыблемым и нерушимым. Вот это символ устойчивости культурных наших контактов, и символ того, что культура является залогом развития добрососедских отношений во всех сферах, один из главных, скажем так, общественных таких социальных посылов фестиваля. Фестиваль «Славянские театральные встречи» продоглеживает с Поборницкий момент, однако первую чергу – это творчая пляцовка для обмену вопытом, демонстрации своих напрацовок, щирых эмоций и почутцев. Одразу после урочистой частки открытия глядачей увидели выступление Чарниговского областного академического музично-драматичного театра имя Шавченки. Талиновитые артисты представили спектакль по мотивах пьесы белорусского драматурга Владимира Рудова. Сегодня на сцене у Гомельского облдрамтеатра свою творчость представили артисты из Польши. Глядачы убашили пьесу об людской неподобности и одиноких покинутых людях, які ніяк не могут знайсти свое место у громадстве. Мова жеста, упластыки и целого спектакля зразумела кожному, навод без слов. У дальнейшей программе фестиваля выступление Новгородского академичного театра имя Достоевского, Державного русского драматичного театра города Стерлитамак, Белорусского державного театра юного глядача и господару сцены Гомельского областного драматичного театра. Так само запланованы мейстер-классу делом члена журы фестивалю, ведомого артиста российского театра и кино Александра Кузнецова. Естественно, я буду делать акценты на театральную работу, на понимание вообще, что такое актер, пространство, партнеры и так далее. У меня есть свои очень интересные технологии, свои навыки, как внедрить не просто знание, как внедрить его быстро, эффективно и четко. Нужны люди, нужно желание, нужна вера в то, что мы можем изменить себя в лучшую сторону. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Дети и батьки-выховальники за 11 детячих домов семейных аты поприняли удел у шестым областным конкурсе «Семья года». Конкурсанты пройшли испыты у трех номинациях. Лепшая семья отримала специальный кубок и диплом «Перамошцы». С остановчими прикладами семейного выхования ознайомился Олег Сентюров. И они розные и одночасово подобные. Як у любой звычайной семьи, у их односиных так само бывает всякое. Але зараз иначе счастливые и задоволенные. На областный конкурс «Семья года» запросили детей и батьковых выхователю с 11 детячих домов семейных аты по география вельми широкая. Кармянский, Житкинский, Ситлогорский, Лоевский, Наравлянский, Гомельский район и непосредственно город Гомель. За час основания такие установы не одночась демонстрировали свои переваги в сравнении с державными интернатами. И, собственно, самые обычные прибития обычных гигиенических норм, каких-то правил поведения, это всё, естественно, более эффективно осуществляется в рамках семьи, нежели в рамках государственного учреждения. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что ведь государство тоже имеет экономию. Перегружать ведьмы насыщенной программой у дельников не стали. Выставы детячих работ, визитная картка и семейный флешмоб. Для всех у дельников предугледили специальные дипломы для перамосов кубок. Каб заховать интригу, до самого опошнего часа призы и подарунки не показывали никому. Выключение зарабили только для журналистов телерадиокомпании Гомель. Вот это кубок перамосов шестого областного конкурса «Семья года». Не ведьмы велики по померах, а ведьмы не меньше каштовны. Разум с кубком, лепшая семья термает диплом и подарунок. На этот раз мультиварку. Батьки-выхователи детячих домов семейного тып укажут, что выховывать некольких детей – вельми тяжкая праца, але и отдача от ее ни с чем не параунальная. Кали бачишь неподробную детячую радость и отчуваешь их подяку за почуте обороненности и упыльненности в будущем, это не передать никакими словами. У семей Василия и Татьяны Рудницких, звездки Вильча Житкинского района, зараз 8 неполнолетних, и еще 5 выхованцев уже стали дорослыми и живут по особку. По словам батьков, они никого не выбирают специальности. И при наявности места упрымают у всех. Уречься быть счастливым одному немогчимым. Некоторые даже в первый день говорят уже мамочка, папочка, можно я буду тебя так называть. Но, конечно, мы не против. Серьезных таких трудностей не было, потому что мы как-то относимся с любовью, детей принимаем такими, какие они есть. Поэтому у нас с Божьей помощью не трудно. Первое место шестого областного конкурса «Семья года» отримал дитяший дом семейного типа Митраховича со Светлогорского района. З увлеком того, что проведение таких споборниц в инициативе Гомельской области республиканского этапа конкурса пока нема. Ведь организаторы выполнены. У Минску наш регион был бы представлен с годностью. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Межвузовский конкурс навучальных проектов на английской мове прошел сегодня у Гомельским державным университет семья Франциска Скарыны. У делу им приняли студенты шести белорусских ВНУ, а так само представники Московского державного областного университета. С мовознавцами сустрелись и наши корреспонденты. Про великое достигнение профессии на английской мове. Свои проекты представили 11 студентов разных специальностей, для которых замежная мова не з'является основным предметом. У каждой конкурсной прации адлюстрованы самые яркие и значные досягнения в разных сферах профессийной деятельности. Всяроды экономика, туристичная индустрия, мытная справа, информационные технологии и навык пластичная хирургия. Моя специальность называется экономикой управления гостиницами и ресторанами. И сегодня я расскажу о достижениях Уилларда Мариота, про всем известный бренд гостиницы «Мариотт». Выбрала эту тему, потому что мне нравится гостиница такого типа. И интересно, как же этот человек достиг такого внушительного успеха. Об этом буду рассказывать. Для моей специальности как раз важны языки, не только английский, потому что все-таки это связано с туристами, с иностранными гостями. Поэтому я считаю, что повышать свой уровень английского очень важно. Мета-конкурсу показать значение замежной мовы у сучастном громадстве для представников разных профессий. Организаторы споделяются, что мероприемство станет могутным стимулом у выучения английской мовы и выкористания студентами у всех эдукационных махчимостей, как стать годными специалистами у своей сферы. Интеллектуальное споборнство проводилось у першиню и включало два туры. Выступление до 10 минут обязательно подкрепленное презентацией, рефератом и также предусматривается творческое задание, просмотр видео на научно-популярную тему и выполнение заданий к данному видеосюжету. У этом году на мероприемство запросили студентов факультета романа германских мов Московского державного областного университета, которые приехали в Гомель по обмене. Они так само представили свой научальный проект и, как будущие педагоги, могли оценить уровень подрыхтовки белорусских конкурсантов. Оценки науковым працам выставляли журы, у склада якого у выходзели выкладчики белорусских и российского ВНУ. Лепшими стали Павел Абрамов, студент Белорусского гантлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией с проектом про Яугена Касперского. И Вольга Шмагли из ГДУ имя Франциска Скарыны с презентацией про маркетинговую стратегию Стива Джобса. Такое активное участие в подобного рода конкурсах позволяет студенту, во-первых, проявить свой творческий потенциал, во-вторых, узнать о своих языковых способностях, с тем, чтобы в дальнейшем развивать и углублять свои знания, не только в языковой сфере, но и в своей будущей профессии. Это значит уметь наладить контакты с аудиторией, уметь устанавливать международные связи с будущими бизнес-партнёрами, а это возможно только через язык, только благодаря языковому взаимодействию, минуя все языковые барьеры. Ханна Корольчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Картиная галерея Гавриила Вашенки представила у Вази Гомельчан уникальную выставу восковых фигур «Зорки становятся ближай». 38 костюмированных персонажей приехали у «Гомель» Санкт-Петербурга. У экспозиции представлены герои любимых фильмов, двойники ведомых особ, актёров, співаков, спортсменов и политичных деячев. Усе фигуры выкраны так по майстерску, что их с лёгкостью можно принять за живых. Над кожной фигурой, как бы она максимально отповядала оригиналу, працуют люди, прикладно 15 специальностей – от скульптора до дизайнера. До речи, тут можно фотографоваться со знакомитностями и отримливать оригинальные кадры на память. Например, постоять побольше с Александром Розенбаумом альбо с Ричардом Гиром. Специально здесь разложили таблички, мы в таком порядке, в неправильном, чтобы люди попытались узнать героев. То есть, кого не узнают, значит, уже ошибка будет музея восковых фигур. Холодная надворья знов вертается у регион. Сегодня ночью в особных районах в области чекаются заморозки до нуля, минус двух градусов. У Гомеле до нуля, минус одного градуса. У наступные дни означают синоптики, заморозки не прогнозуются. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.cvrgomil.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова